Всем привет! Ну что, на прошлой неделе мы обсудили Нью-Йорк и Лондон, и слава богу, это самые скучные недели. И теперь мы добрались до моей самой любимой недели моды, это Миланская неделя моды. Я ее люблю больше, чем парижскую. Сегодня будет очень много интересных показов. Во-первых, обсудим два долгожданных дебюта. Это дебюты новых креативных директоров в брендах Moskina и Blue Marine. Конечно, поговорим про самые всегда ожидаемые показы Миланской недели моды, про двух главных современных ее мастодонтов, про Prada и про Gucci. Показ Gucci все ждали, потому что, по сути, это второй показ, самый тендесарный, и было интересно, в каком же направлении он пойдет в этот раз. Также нас ждут классические итальянцы Dolce & Gabbana, Versace, Armani и много других интересных показов, а также пару новостей вне недели моды. С них давайте и начнем. Новости для всех парфюм-маньяков. Бренд Balman анонсировал запуск своей бьюти-линейки. Креативный директор бренда Оливье Рустен сказал, Прошло два года с тех пор, как мы начали работать над этим проектом, это были два года воодушевления, страсти и радости, и мы так гордимся результатом. Это удивительная новая глава. Как они говорят, бьюти-путешествие Balman начнется в сентябре 2024 года по рекламной кампании, мы пока что видим только какой-то аромат, но вообще, если они это называют бьюти-линией, то стоит ожидать и какую-то полноценную косметическую линию. Пока что у Balman есть только профессиональная линия по уходу за волосами, но вот теперь будет какой-то более коммерческий массовый продукт, так что ждем с сентября 2024 года. А немного раньше, в мае этого года, свою продукцию запускает Белла Хадид. Белла Хадид наконец-то вернулась после продолжительного отсутствия в связи с ее болезнью, у нее болезнь лайма, так вот она вернулась, уже порадовала нас несколькими стрит-стайл выходами. Пока что она не вернулась в свою модельную деятельность и, может быть, и не планирует этого делать, но поскольку деньги зарабатывать надо, то вот она запускает свою какую-то продукцию, которая будет называться Арабелла. Релиз назначен на 2 мая и пока что мы видим только рекламу, по которой ничего не понятно и сама Белла Хадид не раскрывает секрета о том, что же за продукция это будет, но скорее всего это тоже что-то в сторону бьюти. Кайли Дженнер анонсировала выход четвертой коллекции ее бренда Кай. В прошлом году, особенно после первого дропа этой коллекции, я ее хвалила за то, что она, как и все кардашины, с точки зрения бизнеса все делает очень правильно. У нее были такие лимитированные узконаправленные дропы, нет, они не были лимитированными, это я сейчас уже, знаете, фибифайла навеяла. У нее были узконаправленные дропы, то есть там было по 5 максимум продуктов, все в одной какой-то стилистике. Мне очень тогда понравилась ее вот эта кожаная история, ну, из эко-кожи. Была у нее еще, по-моему, какая-то спортивная линия, и вот теперь у нее вышла еще более узкая линия. Тут всего лишь два комплекта с брюками, юбкой и асимметричными топами. И вот, несмотря на то, что это выглядит как бы неплохо, да, во-первых, этот продукт, мягко говоря, не для всех, а только для женщин, у которых фигура позволит себе такой комплект надеть. А во-вторых, это уже как-то слишком просто выглядит, вроде как непонятно, да, почему вот эти вещи я должна покупать у Кайли Дженнер. Если ее вот эта кожзам линия, она действительно была достаточно оригинальной и по таким адекватным ценам, то это какой-то вообще супермассовый продукт. Это вот, знаете, как если инстаграм-блогер решил запустить свою одежду, да, это или вот спортивные костюмы, или вот что-то подобное. Так что рано я ее как-то хвалила, но посмотрим, куда она дальше пойдет. Блинсяга, они объявили, что следующий их показ состоится в Шанхае. Это первый раз, когда блинсяга показываются где-то в азиатском регионе, а что очередной раз подчеркивает вот этот тренд, да, на то, что люкс переезжает у нас, в Азию, а точнее хочет всячески вот эту азиатскую аудиторию уважить своим присутствием, да, к ним уже Луитон есть, или Диор есть, или вот теперь и, блин, Сиаго поедет в Шанхай. Показ состоится 30 мая. Это, кстати, мой день рождения, так что я уже, честно, ничего не жду от тенденны, но посмотрим. Может быть, что-то там интересное будет. Уже на прошлой неделе я рассказывала вам про проблему отеков по утрам и заломов на лице после сна. У косметологов и врачей это называются линии сна или морщины сна. Давайте покажу вам, как они образуются. Сейчас возьму подушку своего мужа. В общем, я любитель спать на боку, поэтому на обычной подушке это выглядит вот так. Кожа сжимается, образуются складки, и считайте, в таком положении она находится 7-8 часов, и так каждую ночь. А с возрастом такие заломы становятся постоянными. Я так точно не хочу и нашла просто идеальное решение. Уже несколько недель я сплю на подушке Beauty Sleep Omnia. У нее специальная 3D-форма, благодаря которой как раз-таки не образуется никаких заломов. Вот смотрите, если я лежу на боку, получается, что моя щека как раз-таки оказывается вот в этой вымке, и никаких заломов не образуется. Для меня очень важно, что эффективность этой подушки действительно доказана. Были проведены клинические испытания этой подушки в дерматологической клинике в Испании. Респонденты, которые участвовали в исследовании, спали на подушке Omnia в течение 3-4 месяцев. По результатам испытаний 82% оцененных морщин сократились в длине. А длина морщин в среднем уменьшилась на 25%. Это очень впечатляет. Но самая главная фишка в том, что раньше я даже не осознавала, насколько у меня напрягались мышцы шеи, пока я спала на обычной подушке. Но все познается в сравнении. И Beauty Sleep это ортопедическая подушка. Поэтому помимо вот этого Beauty эффект, она еще обеспечивает расслабление мышц шеи и физиологически правильное положение позвоночника. Она, кстати, одобрена роздрафнадзором. И я теперь по утрам ощущаю такую легкость и ощущение, что ты по-настоящему отдохнула во время сна. Подушка сделана из адаптивной пены Memory Foam. Вот давайте я вам покажу. Если я на нее нажимаю, то она сразу возвращается в свою форму. Благодаря этому она запоминает форму моей головы и тела. В общем, над всем надо работать комплексно. И уход по ходу косметологам. Это, конечно, хорошо. Но толку от этих процедур будет мало, если мы каждую ночь неправильно спим, травмируем кожу и скривляем позвоночник. А чем раньше мы внедрим правильные привычки, тем в будущем мы гораздо меньше усилий и денег потратим на сохранение здоровья и молодости. Поэтому советую вам тоже не ждать и заказать эту подушку для себя. А так как на кону 8 марта, то я считаю, это будет идеальным подарком для вашей мамы, бабушки, сестры или подруги. Очень полезный и эффектный подарок. Тем более, если вы закажете сейчас, то подушка придет в специальной праздничной упаковке. И, кстати, я для этой подушки использую свою шелковую наволочку. Но здесь уже в комплекте идет тоже очень красивая наволочка, которая по форме создана идеально под нее. И, конечно, у меня для вас есть промокод Крайзман. Он дает скидку 15% абсолютно на все. И это самая большая скидка, которую может дать бренд. Успевайте, потому что действие скидки ограничено. А мой промокод, а также ссылку на онлайн-магазин найдете в описании под этим видео. Две коллаборации вышли на этой неделе. Во-первых, Луи Виттона, точнее, мужской Луи Виттон. То есть Фаррел Уильямс анонсировал коллаборацию с Тайлэ, the Creator. По сути, это, знаете, такой второй Фаррел. Потому что он является продюсером, рэп-исполнителем. И при этом очень любит моду и выделяется своим необычным стилем. Его луки постоянно обсуждаются. Ну, в общем, вот я и говорю, Фаррел номер два. Я уверена, что они дружат, поэтому эта коллаборация совершенно не неожиданная. У Тайлэра есть собственный бренд. Называется он Golf Wang. И он вообще очень любит вот эту гольф-эстетику. И поэтому эта коллаба с Луи Виттон, она, собственно, в этой гольф-эстетике и есть. Выглядит все достаточно симпатично. И что интересно, он придумал свою монограмму Луи Виттона. Точнее, он взял классическую монограмму Луи Виттон. По-другому ее чуть-то перерисовал. Назвал ее Крэгги-монограммы. Собственно, в большинстве изделий мы ее и видим. Даже в этом они с Фаррелом схожи. Что им нужно какую-то свою версию Луи Виттон монограммы сделать. Если Фаррел у нас с шашечкой играл, то Тайлер взял вот эту непосредственно монограмму, да, которая из этих цветочков и буквы к львы. Другая коллаборация, не новая, это коллаборации Nike и Jacques Muse. Я уже несколько раз обсуждала их обулные коллаборации. И я не понимаю эти обулные коллаборации. Для меня это все еще выглядит просто как лапти. Но вот теперь они пошли дальше и выпустили сумку. И сумка сделана в форме вот этого найковского суша, да, вот этой галочки, можно ее так назвать, которая является логотипом бренда Nike. Сумка очень в стиле Jacques Muse, да. То есть вот как будто бы не существуя Найка, он бы все равно мог бы сделать что-то подобное. Понятно, что она абсолютно нефункциональная. Стоит она при этом 420 евро. Но почему бы и нет? То есть мне кажется, это логичнее, чем обулная коллаборация, да. То есть как будто бы ты от Jacques Musey ждешь какую-то вот такую ит-сумочку. И вот он тут ее и сделал. Очень в тему. То есть для тех, кто, возможно, является фанатом Nike или коллекционирует какие-то более необычные сумки, отличный вариант в коллекцию. Я бы себе такую не покупала, как и любую другую сумку Jacques Musey. Но Jacques Musey, он же всегда у нас на интригах работает. Так вот рекламная компания вот этой сумки, она еще должна была заинтриговать тем, кто же эту сумку держит. Это вы видите, что здесь рука в татуировке. И там, по-моему, можно было даже отгадывать, типа, кому принадлежит лицо рука. И это новое лицо Jacques Musey. Оказалось, что это Ша Кэрри Ричардсон. Я не очень увлекаюсь легкой атлетикой, поэтому к своему стенду я ее не знала. В общем, это американская легкоатлетка. В принципе, логичное лицо, что для коллаборации со спортивным брендом ты выбираешь какое-то лицо из спорта. Логично это во всей истории, которую мы уже каждый выпуск обсуждаем, потому что бренды у нас идут в большой спорт. Мы на прошлой неделе об этом говорили, и вот сейчас продолжаем. Все очень ожидаемо, логично, немножко скучно, поэтому давайте уже приходите к Миланской неделе моды. Не буду давить, и сразу начну с, ну, как минимум для меня, самого ожидаемого дебюта. Это дебют Андриана Пиолаза в бренде Moschino. Бренд Moschino, который был полностью извращен Джереми Скоттом. Хотя я очень люблю Джереми Скотта, я уже рассказывала, что вот в перезапуске проекта а-ля Подиум, да, который назывался Making the Cut для Amazon Prime, там, по сути, роль Майкла Корса выполняет Джереми Скотт, и он просто идеальный. Но то, что он делал с Moschino, это немного развратило этот бренд, потому что основатель бренд Франка Moschino действительно строил его на иронии. Но это всегда была, во-первых, очень интеллигентная ирония, а во-вторых, это были красивые вещи. Джереми Скотт сделал эту иронию просто такой на максималках. Это было уже просто каким-то отширком, в прямом смысле этого слова. И буквально несколько выпусков назад, а напоминаю, что Андриана Пиолаза был вот совсем недавно назначен, то есть у него на эту коллекцию было меньше месяца. Это очень похоже на старт Александра Микелева в Гуче. Тогда была похожая история. И я как раз-таки в выпуске, где рассказывала о его назначении, озвучила свое сомнение, насколько он, будучи сам очень яркой личностью в том, что касается его стиля, и при этом большим коллекционером каких-то винтажных вещей, насколько он не уйдет тоже в перебор и в какой-то компания в архивах. Но забудьте все, что я говорила. Это вот пример того, что нельзя людей судить по внешности. Мне очень понравилась коллекция Moschino. Начнем с того, что она проходила вся в очень минималистичных декорациях. И это правильно для бренда, у которого очень яркие вещи. То есть ты смотришь сразу только на них. Тут и не нужно ничего лишнего. А у Джереми Скотта, честно говоря, всегда был какой-то театр вот везде. И на подиуме, и сам сет-дизайн был слишком ярким. Здесь абсолютно другая история. И нужно понимать, что на коллекцию было мало времени, поэтому она действительно пропитана отсылками к самому Франко Moschino. Хотя для многих они были нечитаемы. Давайте сразу с первого образа начнем. Он был вообще максимально спокойный. Вот знаете, как типа тихая роскошь, только от Moschino. То есть там был просто бежевый тренч. Но вместе с ним были очень длинные бусы из жемчуга. Эти бусы из жемчуга мы еще не раз увидим на этом показе. И тут нужно понимать, что Франко Moschino, он очень часто иронизировал над индустрией моды и над какими-то дизайнерами, иконами, в том числе над Coco Chanel. И он постоянно издевался, в кавычках, над вот этими бусами из жемчуга, в том числе и над ее этими твидовыми костюмами. И вот, ну, в данном случае Адриан вспомнил именно бусы из жемчуга. Но смотрится красиво. А да, и, кстати, вот этот первый лук, это отсылка, собственно, к одному из выходов во времена самого Франко Moschino. Там тоже модель выходила с вот этим пакетом для продуктов, из которого торчали там пагеты и какие-то другие продукты. Другой фишкой Франко Moschino были такие принты-обманки, назовем их так. То есть, когда принт изображает какую-то там часть одежды, у него там белье иногда он рисовал нижнее, да, на одежде. Вот в данном случае Адриана Апиаласа нарисовал подтяжки на мужских топах. У женщин были вот эти пояса, подтяжки для чулок. Было еще несколько таких прям прям прямых отсылок к самому Франко. Это вот эти юбки фламенко, были вот эти шляпы. Было еще несколько отсылок к самому дизайнеру основателю. Давайте я вам покажу. Вот образ старый, образ новый. Образ старый, образ новый. В ДНК бренда Moschino лежат какие-то стейтмент-надписи, которые размещаются на вещах. Франко Moschino часто поднимал тоже какие-то важные темы. Вот Адриан Апиаласа решил, что логично сконцентрироваться на теме мир во всем мире, поэтому на некоторых вещах мы видим крупно вот эту надпись PIS. Но если мы сейчас посмотрим на всю коллекцию, несмотря на большое количество вот этих ироничных элементов, они, можно сказать, что она красивая. И ты понимаешь, как это носить, как это интегрировать в гардероб нормального человека. То есть это не похоже на какой-то цирк. И это то, чего все ждали. Я думаю, что когда у Адриана Апиаласа будет побольше времени, я на это надеюсь, он немножко больше начнет туда себя включать, потому что сейчас это Франко Moschino, но на современный лад. Но это было нужно бренду, потому что людям нужно было напомнить истинную суть бренда Moschino, и вот дальше уже можно от этого плясать и уже добавлять чего-то своего. Было логично, что у него времени просто физически на это не хватило. Невероятно милое завершение этого показа, где он выходит со своей любимой собачкой, французским бульдогом. В общем, он очень настоящий, а это всегда чувствуется. А мы сегодня будем говорить о другом дизайнере, в котором вот этого не чувствуется. И энергетически ты не можешь эту коллекцию понять. Вот здесь чувствуется его душа. Я думаю, что у бренда Moschino начинается новая красивая эра. Друзья, давайте ненадолго переместимся в мою ванную комнату, потому что хочу поделиться с вами очень классными средствами. У меня никогда не бывает критичных высыпаний на коже или акне. Единственное, что меня беспокоит практически всю жизнь, это черные точки и закрытые комедоны. Особенно вот в этих местах вдоль уха. Бывает на носу, бывает на лбу. Поэтому я очень внимательно отношусь к выбору очищающих средств. Я уже некоторое время пользуюсь энзимной пудрой для очищения от бренда Art & Fact и очень ей довольна. С помощью дозатора я высыпаю пудру в руки, добавляю немного воды и наношу это все на влажное лицо. Хорошо массирую кожу в течение 2-3 минут. Она очень глубоко очищает, что важно, чтобы не образовывались новые черные точки. Один из главных ингредиентов этой пудры это папаин. Он очень деликатно отшелушивает ороговевшие клетки. Так, теперь сливаю все водой. После пудры ощущение очень чистой кожи, абсолютно нету стянутости. Все очень мягкое. Кстати, тут есть еще второй важный ингредиент, алантаин. Он обладает успокаивающими и заживляющими свойствами, поэтому уменьшает воспаление и способствует быстрому заживлению ран. Для меня это супер актуально. Я уже говорила, что у меня от природы красные щечки, а эта пудра просто невероятно выравнивает тон лица. А кожа после нее невероятно гладкая и красиво блестит. Я пользуюсь этой пудрой 2 раза в неделю. Этого вполне достаточно, поэтому такой баночки вам хватит очень надолго. Ну а уже на ежедневной основе, утром и вечером, я пользуюсь другим средством, тоже от бренда Art & Fact. Это лосьон. Он как раз-таки для растворения закрытых комедонов. Он с экстрактом ромашки, и он отлично дополняет вот эту пудру. Наношу его с помощью варного диска на уже очищенную кожу. Как правило, средства для очищения пор очень агрессивные. И это совершенно не подходит моей чувствительной коже. Но поскольку здесь в составе экстракт ромашки, то этот лосьон одновременно очищает породж, но при этом смягчает и успокаивает кожу. Поэтому кожа после него чистая, мягкая, и при этом абсолютно нет ощущения сухости и желания как можно быстрее нанести какой-то жирный крем. А уже после лосьона я наношу свои обычные уходовые средства. И поскольку кожа настолько хорошо очищена, и все вот эти ороговевшие клетки ушли, то я чувствую, насколько лучше впитывается теперь мой классический увлажняющий крем. Но если вы хотите прям супер классного эффекта, особенно если у вас на следующий день намечается какое-то важное событие, то самый классный продукт это вот такой кровавый пилинг. Он действительно такого красивого красного цвета. С помощью кисточки я наношу его на кожу, оставляю там на 10-20 минут. Он может покалывать, это нормально для пилинга. Но он подходит абсолютно всем типам кожи, в том числе моей суперчувствительной, о которой я уже говорила. При этом кожа просто как новая. Она сияет, она как будто бы отшлифованная. Главное на следующий день обязательно пользоваться кремом с SPF. Но им вообще лучше на ежедневной основе пользоваться. Но в общем, если вы хотите суперсияния, если вы хотите избавиться от серости и тусклости, то вот это средство, рекомендую, это просто бомба. Рекомендованный курс использования всех этих средств 6 месяцев. Я ими пользовалась пока месяц, но уже вижу результат, поэтому обязательно буду продолжать сделать полный курс. Если вы тоже хотите глубокое, но при этом очень нежное очищение для вашей кожи, то советую попробовать вам средства Art & Fact. Они продаются на Wildberries, поэтому приобрести их очень легко. Все ссылки найдете в описании под этим видео. Второй дебют – это бренд Blue Marine. Вальтер Кейпони стал новым креативным директором, пришел туда из бренда TOTS. Я еще, когда была новость об этом назначении, я тоже говорила о том, что очень странная смена бренда. Где TOTS и где Blue Marine? Это как будто бы небо и земля, и непонятно, как этот дизайнер себя там покажет. Во-вторых, вообще было непонятно, почему Blue Marine меняет креативного директора, потому что Никола Броньяна вел Blue Marine последние три, по-моему, года, и это была очень успешная веха у этого бренда. Это еще совпало с вот этой модой на эстетику нулевых, что тоже, естественно, им на руку пошло. Но, знаете, нужно тоже уметь этим воспользоваться. И, ну, бренд Blue Marine был прямо на хайпе последние три года. Я не являюсь фанатом этого бренда, это вообще не моя эстетика, но со стороны это было хорошо. Почему его уволили или почему он ушел сам, никто не знает. Но явно причиной было не то, что бренд Blue Marine показывал плохие результаты, потому что это не так. То есть явно это какие-то вечные причины. И, наконец-то, перейдем уже к коллекции, которую нам Вальтер Кейпони показал. Я даже долго ничего говорить не буду, кроме того, что я не понимаю, что это за бренд. То есть для меня это настолько не Blue Marine, вообще это непонятно что. Если честно, вот глядя на эту коллекцию, это для меня выглядит все как как Александра Микеле, разделенный на 100. Как будто бы вот похожее направление, но настолько оно не докручено, чтобы этим восхищаться. Поэтому для меня это выглядит все, во-первых, непонятно, во-вторых, не очень красиво, а в-третьих, я не вижу в этом Blue Marine. Пишите, что думаете вы, но пока это какая-то несуразица, на мой взгляд. Бренд, который я не перестану нахваливать, о них у меня есть отдельное видео, это бренд Дизель. Почему? Потому что это история о том, как коммерческий бренд может при этом что-то создавать, может при этом гордо показываться на неделях моды. Гленн Мартенс выдал очередную классную, на мой взгляд, коллекцию для бренда Дизель. Опять-таки, это одежда на любителя, мягко говоря. На мой взгляд, она тоже создана для идеальной фигуры, скорее, да, причем очень такого определенного типа. Но с точки зрения дизайнерской работы, тут всегда есть за что хвалить. То, насколько Гленн Мартенс экспериментирует с тканями, в этом плане очень мало ему равных среди современников. Что запомнилось в этой коллекции? Во-первых, у него всегда одежда такая застаренная, потертая. Так вот в этот раз она у него протертая настолько, что уже как будто бы до дыр, да? И на многих предметах, будь то брюки или топы, мы видим действительно вытертые дыры. При этом они сделаны из какой-то прозрачной сетки, но эффект получился вот этой вытертой ткани. Но еще больше мне нравятся образы, где тоже ткани настолько вытертые, что у них принты уже как будто бы все смешались. То есть там есть цветочный принт, леопардовый принт, и все это вот как-то вытерто, перетерто. То есть непонятно, как будто бы что-то просвечивается из-под другого. Как это он реализовал технически, это вот один большой вопрос. И как будто бы ты даже не хочешь этого понимать, да? Вот в этом есть оплетенное волшебство, которым Глен Мартинс нас постоянно радует. А тут, как обычно, было очень много игры с денимом. А у Глены Мартинса то все сделано из денима, то наоборот все сделано под деним. Вот здесь было много вещей из других материалов, которые при этом имитируют деним. Это и мех был, и другие ткани. И помимо прочего, он тоже успевает делать огромное количество сумок. То есть, казалось бы, в Дизеле есть вот эта one-year сумка. И мне кажется, она там у них главный носитель всей прибыли. Но Глен Мартинс не останавливался, и тут было лучше новых сумок. То есть продуктивность его тоже на высоте. Но есть и грустная новость, то что бренд Y-Project, в котором Глен Мартинс тоже является креативным директором, пропустит эту парижскую неделю моды из финансовых трудностей. Маленьким средним брендом с каждым годом становится все тяжелее. И вот Y-Project тоже не оказался исключением. Еще интересная фишка с показа Дизеля. В роли модели выступал Пэд Богославский. Это тот самый хореограф, который ставил хореографию для моделей на показе Гальяна, на показе Дилара, который мы обсуждали в прошлый раз. Но изначально-то он был моделью, и вот тут он тоже вернулся к корням и прошелся по подиуму в виде модели. Вообще это какой-то сезон, когда все о нем заговорили, он просто, знаете, такая новая звезда. А еще все вдруг вспомнили Сплетницу. Помните, в прошлый раз у нас Томми Хилфигер взял актрису из сериала Сплетница. Здесь Дизель, ну, правда, в роли гостей, пригласил Эда Вествика, это тут Сапа Чакбас, со своей невестой. Он недавно, я делала предложение, тоже в Инстаграме разлетелось это видео, как он ей делал предложение, очень мило, на каком-то там лыжном курорте. Так вот, да, они вдвоем присутствовали в роли гостей на показе Дизель. Для них были сделаны кастомные наряды. Непривычно Эда Вествика увидеть в током амплуа, он же Чакбас, он всегда в костюме ходит. Но, тем не менее, видите, все вдруг за Сплетницу начали цепляться. С чего бы это? Показ, который является моим фаворитом, ну, или как минимум, разделяет первое место с другим брендом. Кто часто смотрит мои видео, я уверена догадались, с каким до него мы еще доберемся. Но сейчас я говорю про показ бренда Прада. Я не могу сказать, что я являюсь прям большой фанаткой бренда Прада. Но то, что этот бренд переживает невероятный ренессанс с приходом туда Рафа Симмонса, отрицать невозможно. Я каждый раз говорю, что это главный тренд и стилеобразующий бренд современности. Но, допустим, предыдущая коллекция, в которой все охляхли по вот этим платьям с летящей органзой, она меня не произвела большого впечатления. Чего не скажешь про коллекцию, которую мы обсуждаем сегодня. Здесь мне понравилось все. Это была вот прям, знаете, Прада, вот какая она есть. Что такое Прада? Прада всегда эксплуатировала тему униформы, рабочей одежды. На данном показе они решили взять военную одежду 40-х годов. И вообще показ, как сказала сама Милча Прада, посвящен истории, а точнее цитата звучит ее как «История может научить вас всему, особенно в сложные времена». Эта коллекция сфокусирована на мировой истории, и она не про ностальгию, она про понимание. Ну, то есть явно она, да, хочет тоже вспомнить Вторую мировую войну. Отсюда и элементы как раз-таки военной формы тех лет. И да, видите, она цитатой обращает внимание на то, что человек склонен ностальгировать, и всегда кажется, что раньше было лучше. Но на самом деле в истории тоже было все, и во все времена были, да, там свои трудности и проблемы. И вот здесь этот определенный дуализм, она отображает непосредственно в вещах, она и Раф Симмонс, потому что это тот случай, когда показ нужно смотреть на видео или как минимум на фотографиях спереди и сзади. Потому что здесь постоянно идет объединение вот этой военной формы с какими-то очень летящими шелковыми изделиями. То есть у нас спереди может быть строгое такое шерстяное пальто, а сзади спина сделана из шелка. Был классный прием. Это тоже к вопросу о том, что правда сдаёт тренды, и у них со стилизацией тоже всё на высоте. Под тяжелыми юбками выглядывают такие кружевные шортики-панталоны. Я уверена, что это сейчас все фэшн-блогеры будут повторять. Очень многим понравилось платье, которое всё сделано бантиками. У нас сейчас же снова вот это какая-то мода на бантики. По сути, само платье – это итерация, другая вот как раз-таки платье с органзой с прошлой коллекции, которую я уже упомянула. Теперь только бантики. Но вот на меня это платье как раз-таки меньше всего впечатление произвело. Мне гораздо больше нравятся вот эти образы, где комбинируется тяжелая ткань и атласная, да, какая-то спина. При этом Prado сделали тоже огромное количество сумок, хотя именно новых моделей там было немного. Там, по-моему, только такие маленькие редикюльчики были новые. Но они свои классические модели, и вот этот их нейлоновый рюкзак, и сумка Клео, и вот эта сумка строгой формы, я сейчас забыла, как называется эта модель. Они их все немножко переиздали и добавили им тоже немножко кокетства. Расшили их бусинами или какой-то вышивкой, что тоже, собственно, подчеркивает идею этой коллекции. Допустим, этот нейлоновый рюкзак, он вообще такой грубый, а они его вот такими девчачьими бусинками обшивают. Рюкзак, кстати, очень похож на то, что делает Симон Роша постоянно. У нее всегда есть в продаже рюкзаки вот подобного стиля. Ну, в общем, тут со всеми моделями сумок Prado по-разному поиграла, но больше всего внимания приковали не сами сумки, а тот стилистический трюк, который Prado придумала, а именно Prado предложила прицеплять к сумке ремень, такой грубый широкий ремень, и носить эту сумку на предплечье. Это вот, знаете, как с плавательными шапочками в их прошлой мужской коллекции, да? Вот нужно что-то, что все будут обсуждать. И вот тут, по-моему, та же история с этими ремнями. Сейчас тоже, я уверена, все фэшн-блогеры эту фишку повторят. Но нужно понимать, что это прикол только для какой-то фоточки или, ну, для какого-то короткого выхода, чтобы все вот обратили на это внимание, пахали-поохали и все. Удобства в этом минимум, да? Потому что ты же не будешь вот так вот постоянно ходить. Поэтому это скорее такие забавы. Мне скорее вот именно линия одежды понравилась гораздо больше, нежели вот эти игрульки с аксессуарами. Но про юбки я молчу. Prado это бренд про юбки. Всегда был и всегда будет. Я надеюсь, что у меня будет возможность покупать себе вот эти юбки Prado, которые стоят там от 6 тысяч долларов и выше. Но они прям действительно того стоят. Они просто невероятны. Невероятно, если кто-то умеет делать юбки, а я вообще не фанат юбок, я фанат брюк, то это бренд Prado. Классная коллекция. Кстати, еще у них обновился логотип. И теперь в этот треугольничек они поместили не слово Prado, как это было всегда, а лишь буквы P и R. И многие говорят, что это, ну, во-первых, сокращение Prado, а во-вторых, это как бы немножко дань Рафусимосу, что это вот P Prado и R Ravsimos. Ну, может быть. Однозначно, его влияние в этом во всем чувствуется. И вы знаете, как сама коллекция построена на вот этом дуализме грубого и кокетливого, так и дуэт Меучи и Prado и Ravsimos по сути на этом и держится. Так что эта коллекция, это вот прям отражение их союза. И, на мой взгляд, из всего, что они сделали вместе за эти несколько лет, вот как будто бы это самая сильная коллекция. На мой взгляд, пишите, как вам. Ну что, вторая женская коллекция Sabato da Sarna для бренда Гуччи. Что я могу сказать? Вы знаете, вот какой я для себя вывод сделала, посмотрев эту коллекцию? Начну с плюсов. Начинать нужно всегда с хорошего. А как будто бы я сразу узнала, что это Гуччи. Ну, понятное дело, я знала, что я смотрю коллекцию Гуччи, но вы понимаете, о чем я, да? То есть, несмотря на то, что это всего лишь вторая коллекция, все-таки ему удалось сделать какой-то свой стиль. Потому что я без... Мы сейчас не берем образы, где были задействованы логотипы Гуччи. Вот если без этих образов, я прям узнала его. И это хорошо. Это хорошо, когда бренд узнаваем, да? Ну, это не просто хорошо, это обязательно для каждого бренда, но не у всех это есть. Но при этом я вот смотрю на эту коллекцию и понимаю, что первая мне больше понравилась, при том, что она мне, типа, не понравилась. То есть, с одной стороны, видимо, уже все, мы попривыкли, что Гуччи теперь такой. Все-таки первая коллекция это был резкий контраст с тем, что сделала Александра Микеля. Сейчас ты уже как будто бы свыкся с этим. Но что я должна отметить? Мне по-прежнему не нравится ничего, кроме пальто. Я поэтому уверена, что мужская коллекция, которая, видимо, будет повторением этой, как мы уже поняли, как работает сабота до сарна. А я уверена, что она мне понравится больше, потому что там он почему-то делает гораздо больше как раз-таки плечевых изделий, пальто, пиджаков и другого. И вот они у него получаются очень хорошо. И да, мне нравятся вот эти пайетки. Я люблю пайетки, поэтому что пальто, что укороченное пальто с пайетками, это хорошо. Но вот если опять-таки брать общую картинку от этой коллекции, что меня смущает? Меня смущает то, что это не то, что скучно. Вы знаете, это как-то просто. То есть, да, это красиво. Да, вот многие говорят, что вот, это можно носить, это можно носить. Понимаете, у нас, в принципе, есть очень много брендов, которые можно носить. Да, у нас на любой кошелек, что называется. И вот тут нужно понимать, что такое для каждого из нас люксовый бренд, дизайнерский бренд. Причем мы говорим о брендах с огромной историей, в которых креативные директора получают невероятно высокие зарплаты и вещи там стоят невероятных денег. И для меня вот есть две категории люксовых вещей. Первая категория – это люкс вот таким, как он был изначально. Это вот та тема, которую мы обсуждали на прошлой неделе или две недели назад в моем видео про лору пьяна. То, что это про роскошь в том, что касается качества. То есть люкс, который не о том, чтобы сделать что-то оригинальное, а о том, чтобы сделать наилучшую версию, допустим, там, свитера, пиджака или что-то. Вот как можно сделать пиджак вот так, чтобы он лучше нельзя было. Вот это вот есть такой люкс. Сюда относится там лору пьяна, сюда относится эрмес, у которого невероятные, кстати, показы одежды. Да? Я сейчас не говорю про сумки. Там, если мужская мода, вот какой-нибудь зене, да, вот мы обсуждали его на мужской неделе моды. Вот это вот люкс, да, в оплоти. Вот ты смотришь на это и ты понимаешь, боже, это идеально. Есть ли там какие-то удивительные дизайнерские решения? Нет. И вот это как раз таки вторая категория люксовых брендов. Бренды, которые именно про новаторство дизайнера. И сюда мы как раз таки привыкли относить Gucci, Dior, Chanel в свое время. Когда-то, то есть, эти люди были основаны дизайнерами, которые полностью изменили видение гардероба женского, мужского, на том этапе истории, в котором они работали. Потом приходили последователи, в Gucci пришел Том Форд, в Dior пришел Гальяна, и они открывали новую эру этих брендов, и это тоже было какое-то новое видение вообще того, как вот выглядит там современная женщина, допустим. То, что мы видим в Gucci сейчас, это то же самое, что я говорю про Селина Эдислимана. Мне это не вызывает эмоций. Вот ты смотришь, у тебя нет вопроса, о боже, как это сделано, как, как это красиво, как же это сделано, как это сложно, наверное, повторить. Я поняла для меня вот это, знаете, критерий, как я оцениваю дизайнеров. Вот это показ, который Zara может за неделю повторить. Ей не нужно скупать эти вещи, чтобы понять, как они сделаны. Она, честно говоря, даже придумать это сама могла. То есть тут все как-то банально и ясно. И от бренда такого уровня ты ждешь все-таки чего-то большего. Ты ждешь, что вот они сейчас зададут такую планку, а уже потом middle market, mass market будут вдохновляться этим и делать более упрощенные версии. Тут все уже настолько просто, что проще некуда. Вот я так для себя формулирую эмоции от этой коллекции. А точнее у меня нет от нее эмоций. Да, это красиво. Я еще раз посмотрю, мне некоторые вещи нравятся, но нет в этом какой-то души. Вот я же начала с того, что у маскина очень чувствуется душа дизайнера. Вот у Саббата Дусанна я не чувствую его никакой души. Я уже высказывала свое мнение о нем, как мне кажется, о человеке. Тут вот есть видео, как он репетирует свой выход. Я думаю, по нему тоже очень много сказано. Это эгоцентрик, который больше внимание уделяет тому, чтобы дать уже тысячное интервью. Он тут, естественно, снова давал интервью перед этим показом. А том нам пока не хватило в предыдущих 50-х. Не знаю, простите меня все, кому нравится этот Гуччи. Он может нравиться, но есть то, что бренд такого уровня должен быть для всех примером, а не быть вот чем-то таким обычным, красивеньким. Можно одеть. И давайте сразу сейчас, чтобы мои мысли подтвердить, покажу вам три показа, которые, вы знаете, могли бы быть показаны Гуччи. Показ бренда Феррагама очень похожи на Гуччи. Монохромные образы, вот эти колготки в тон всего образа. В чем отличие? Отличие в том, что он гораздо как раз таки более адаптирован под любую женщину. Потому что нужно понимать, что современные Гуччи могут носить женщины только с двухметровыми, очень тонкими ногами. Вот вам вариант для более широкого слоя населения. И который, я даже не знаю, как это описать, для меня вот это, знаете, Гуччи только лучше. Вот это для меня бренд Феррагама. При том, что бренд Феррагама, о котором вообще не было слышно последние несколько лет, сейчас тоже открывает свою какую-то новую эру. И вот эта коллекция выглядит гораздо интереснее, чем Гуччи, хотя она абсолютно в той же эстетике. Но здесь как будто бы и фасоны сложнее, и комбинации тканей поинтереснее. Всех, кстати, восхитило платье, которое закрывает этот показ. Платье, которое сделано как из таких чешуек, и они действительно невероятно играют в движение, переливаются на свету, и фишка этого платья заключалась в том, что вот эти чешуйки сделаны из кожи. Чего так сразу не скажешь, но это вот, да, тоже про эксперименты, да, с тканями. Другой показ, это марка Этро. Меня, кстати, почему-то очень часто просят сделать обзоры на эту марку, я не думала, что у нее есть такое количество фанатов, но, да, я знаю, что они есть, это как раз-таки про вот такой классический люкс, который, вот как бренд Миссони, за счет своего узнаваемого принта как-то всегда двигается, ничего глобально нового не делает, но тут они, кстати, пропустили несколько прошлых сезонов, так что это их возвращение. Это вот тоже как будто бы Гуччи, но с вот этими огурцами, да, вот этого пысли от Этро. И опять-таки, это интереснее, чем Гуччи получается. Можно сейчас со мной поспорить и сказать, что вот, ну, как бы, есть же минимализм, да, и вот так Гуччи, он теперь вот такой про очень простые вещи, то есть тут и нету цели, допустим, поиграть со сложными фасонами, со сложными какой-то комбинациями, кроме вот того, чтобы пайетки везде налепить. Ну, вот это просто про простую, идеально скроенную вещь. Вот вам другой пример. Бренд Джилл Сандер. Джилл Сандер просто королевый минимализм, как названо мое видео про нее, да, но теперь уже не она, а здесь Люк и Люси Майя. Бренд про минимализм. И даже вот этот минимализм выглядит сложнее, чем то, что показал Гуччи. Вот это как раз-таки вот этот люкс из первой категории, которую я рассказывала, который скорее не про кодель дизайнерская, новаторская, а про просто идеальную работу. И вот это просто так не повторит. Кстати, Джилл Сандер постоянно играют с аксессуарами. Иногда мне это не нравится, потому что они почему-то любят очень такую крупную бижутерию. И на мой взгляд, она отвлекает от вот этих идеально скроенных вещей. Но в данном показе мне безумно понравились такие косынки, которые сделаны, я не знаю, из бисера или какого-то металлизированного такого материала. Бомбически выглядят. Вот это идеальное дополнение как раз-таки каких-то минималистичных шерстяных пальто. И опять-таки все вот эти показы Феррагамма, Этро, Джилл Сандер, это все, что может надеть не только модель 180XS. Ну, конечно же, если мы говорим про вот такой спокойный люкс, но при этом в котором должно присутствовать какой-то эффект и вау, какая-то эмоция, когда ты смотришь и ты восхищаешься мастерством этого дизайнера и команды дизайнеров, которые там стоят. Я думаю, вы все догадались, о коме улы говорить. Это мой любимчик. Это Мэтью Блази, бренд Боттега Венета. И я не понимаю, почему мы его не взяли в Гуччи. Хотя он больше смотрится в Боттега, но учитывая, что Луччи у Керринга все-таки по размерам, самый большой бренд и у них в этом смысле очень большие проблемы с диверсификацией. То есть там Боттеги, Гуччи, Канаде Луна и в плане финансов. Ну, может, и хорошо, что Мэтью Блази в Боттеге. Невероятная коллекция. Я его каждый раз буду хвалить. И вот тут ты смотришь и ты думаешь, боже, как это сделано. Просто какой это высокий уровень мастерства. А тут про Зару вообще стыдно говорить, смотря этот показ. Они никогда в жизни такого не смогут сделать, даже если возьмут те же ткани и все, потому что это просто невероятная работа. Тут, кстати, был Дикий Запад. Привет, Фаррел Уильямс. Привет, Луи Виттон. В сэндизайне даже такие стеклянные кактусы стояли. Это коллекция, которую нужно смотреть в движение, как и все коллекции Мэтью Блази. Это одежда, которая создана для реальных людей, у которых есть на это деньги. Но это не одежда для инстаграммной фоточки. Это не одежда для обложки ВУК. Привет, Гуччи, которые купили, по-моему, уже 50 обложек с момента прихода Саббата Десарна, да, лишь бы ему хоть как-то помочь. Это одежда, которая невероятно смотрится в движении на реальном человеке, которая подойдет под повседневную жизнь, которая подойдет под разные типы фигуры. Здесь у нас было много рубашек, и он их комбинирует или с другими рубашками делает такие многослойные образы, или с водолазками. Невероятная игра с объемами, с фактурами. Вот эти классические уже для Мэтью диагональные такие срезы на пальто и на других предметах. Невероятная трикотажная линия. Ну, в общем, мне, знаете, поскольку я не сильна вот в спортном искусстве, то моего словарного запаса мне не хватит, чтобы красиво об этом рассказать. Это все нужно смотреть в движении. И, конечно, звездой стали последние луки. Вот посмотрите, как они сейчас выглядят на фото. Ну, плессированный какой-то комплект. Теперь посмотрите на этот комплект в движении. Это вот то, что я говорю, что настоящий дизайнер, он делает одежду, которая будет смотреться классно в реальной жизни, а не на фоточке в инстаграме. Вот вам пример. Просто посмотрите на эту плессировку. Как там переливается цвет, как это вообще сделано. То есть никакое другое слово, кроме дурацкого слова вау, знаете, на ум не приходит. Тоже есть классные такие абстрактные принты. Все просто на высоте. Нужно отметить, что эта коллекция как будто бы более спокойная по сравнению с предыдущей коллекцией Боттега Венита. Просто предыдущая коллекция, это, знаете, было как вот, наверное, Саба Дедасару нужно 10 лет, чтобы сделать такую коллекцию, потому что там прям очень много всего было. Мне кажется, знаете, там уже другие дизайнеры немножко обиделись и сказали, Мэтью, дыши, дыши, немножко расслабься, давай, пожалуйста, вот не так быстро, не так быстро. Я когда еще работала, ну, в прошлой жизни, когда работала финансовым аналитиком в страховой компании, а у меня тоже есть черта, и я делаю все очень быстро. И мне тоже вот начальник всегда говорил, Оля, ты знаешь, ты слишком быстро всем отвечаешь на их просьбы, вот какие-то запросы, там имейлы. Не надо людей баловать, а то мы не такие быстрые. Сейчас знаешь, ты задашь вот эту планку. Вот такое чувство, что дизайнеры Мэтью Блазей тоже самое сказали и сказали так, чувак, ты помедленнее, а то как нам вообще с тобой тягаться, потому что действительно эта коллекция немножко поспокойнее, она немного как будто бы более коммерческая, но тем не менее она все равно, вы знаете, на высоте. Я вот не могу выбрать, кто мне нравится. Ну, мне, конечно, Баттегвинт нравится больше, чем Прадо, но все равно Прадо меня в этот раз тоже порадовали, поэтому это однозначно два моих фаворита, ну, а Мэтью Блазей любовь, любовь всей жизни, и он, кстати, сделал новую сумочку, сумок тоже в этот раз было меньше, потому что он в тот раз уже столько сделал, что, знаете, там опять-таки для Баттегвинта сумок на 10 лет, да, вперед. Он в этот раз, продолжая вот эту рыбную тему, у него уже есть вот эта сумка сардина, он сделал клатч реально в виде рыбки, естественно, из вот этой плетеной кожи Баттеги. А еще милый кадр за кулиси, Асап Роккин, который у нас же лицом Баттегвинта встретился с Рафом Симонсом на этом показе, они так мило обнимаются, просто лучшие друзья, в общем, минутка мими-ми-ми. Другой показ, который тоже произвел на меня большое впечатление, вот он, наверное, на втором месте будет, совершенно неожиданно для самой меня, я, по-моему, вообще этот бренд так и не обсуждала в прошлом году, когда мы рассматривали миланскую неделю мода. Говорю я о бренде Марни. Ну, во-первых, там в гостях, конечно же, сидел Канни Уэст со своей женой, они любят этот бренд, очень стильно они выглядят, вот особенно вот эта прическа новая у Бенки сенсория мне очень нравится. Я, правда, не беру вот ее лук, как она выглядит уже стоя, где-то там на ковровой дорожке, я все считаю, что это большой перебор с вот этим оголением, но когда вот она вот так сидит и выглядит, это все, конечно, очень стильно. Что касается самого показа, был посвящен кисточке, кисточке вот в плане кисточки художника. И смотрите, что тут было, тут были некоторые луки, которые как будто бы действительно нарисованы кистью, то есть ткани имитируют мазки кисти. Вот эти луки, они отображают собой саму кисть, то есть они, по сути, из вот таких волос сделаны. Вот эти луки из шерсти, это так называемая brushed wool, то есть расчесанная шерсть, в английском названии там тоже корень переводится как кисть, по-русски это немножко по-другому звучит, то есть это тоже вот такая уже более тонкая отсылка кисти. Вот эти меховые луки и мех имитируют вот такую как застывшую краску. И невероятная тоже по форме серия выходов, где такой треугольный подол у платья, при этом который держит форму. У некоторых луков тоже при этом красивый воротник, стойка, очень сильная коллекция, при этом есть концепт, при этом есть не только концепт, но и очень красивые вещи. У Марни, как правило, более такие сумасшедшие показы, а вот тут все спокойно, но при этом вызывает тоже эмоции восхищения. Другой бренд, который хотел тоже вызвать эмоции, это бренд Алавав, да-да, это вот тот самый бренд, который сделал вот эти ботинки с пятью пальцами, отвратительные, на мой взгляд, совершенно, и здесь тоже этот показ завиралился, и сам бренд сделал все, чтобы он завиралился, потому что, как вы можете видеть, показ проходил просто в горе мусора, а точнее зрителям этого показа, посетителям был выдан мусор, и они могли кидать его на подиум, кидать его моделей. Когда ты на это смотришь, ты думаешь, что за адский трэш, и вообще это все отвратительно, но это становится немного более понятным, когда ты узнаешь, что хотел сказать дизайнер. Этот показ был посвящен хейту в социальных сетях, актуальна тема, ничего не скажешь, и вот то, как бы хейт в социальных сетях выглядел бы в реальной жизни. По сути, вот хейтеры это люди, которые вот так кидаются мусором в живых людей. Мне было очень жалко моделей, то есть, да, окей, есть вот эта повестка, она актуальна, действительно, это тема, на которую стоит обратить внимание. Здесь я присоединяюсь к ВАВАВ, потому что, к сожалению, на сегодняшний день хейт стал уже такой нормой, что многие люди, которые подвержены хейту, то есть, какие-то публичные люди, там, звезды, блогеры, они уже, знаете, все настолько осознанные и интеллигентные, что пытаются найти этому оправдания, да, то есть, я часто слышу такие фразы, ну, это, наверное, несчастные просто люди, которые вот пишут какой-то, да, там, токсичный хейт, нужно тоже вот понять их, а я не разделяю эту точку зрения, знаете, так и про убийц можно сказать, что это тоже все несчастные люди, которых нужно просто понять. Я, наоборот, считаю, что со своими эмоциями негативными и вот с тем несчастьем, возможно, нужно более экологичными способами бороться, и оправдания этому нету. Это самое простое, что можно сделать, это на кого-то всю эту кучу какашек, я извиняюсь, вывалить. Именно поэтому на моем канале такая политика, что если я вижу токсичный хейт, я сейчас не говорю про критику, а именно про токсичный хейт, я не задумываюсь блокирую этих людей, потому что, вы знаете, это как фейс-контроль у хорошего клуба, сюда входят не все. В этом плане я разделяю то, что АВАВ хотят привлечь внимание к этой теме, но то, как они это сделали, вызывает вопросы, потому что мне было безумно жалко этих моделей. Особенно еще есть видео с финальной проходки, где уже весь подиум действительно ломится от мусора, и у моделей, я так понимаю, еще не самая удобная обувь была, и там несколько моделей в буквальном смысле поскальзываются и чуть ли не падают. И вообще, насколько это должно быть неприятно идти по подиуму, когда в тебя кидают мусор. Ну, то есть я понимаю, что им за это платят, но это тоже своего рода унижение. Правда, нужно дать должное, что дизайнер в конце вышел в него, вообще торт запулилили. Себя тоже не обидела, точнее, наоборот. Вот. Но самое интересное, что, как вы видите, мы уже 5 минут обсуждаем эту тему хейта, так что привлечь внимание к ней у бренда получилось, но у них не получилось привлечь внимание к своей одежде, а точнее, я не помню ни одного лука из этой коллекции. А когда я их уже начала рассматривать, я поняла, что там все максимально посредственно и не заслуживает никакого внимания. То, что мода это один из способов привлекать внимание к социальным вопросам, и это было так всегда, и это хорошо, и так и должно быть, но нужно не забывать, что на первом месте стоит все-таки только продукт, который ты делаешь, и когда ты к этому еще умудряешься добавить какую-то соцповестку, то тебе нету равных. Но если ты все внимание уделяешь вот этой повестке, но делаешь абсолютно посредственную коллекцию, то вопросы большие. И я против того, чтобы так унижать моделей бедных, которые там чуть ли не паднут. В принципе, мы рассмотрели все показы, где прям есть что обсудить, и в плохом, и в хорошем смысле. Теперь пройдусь по итальянским классикам, сделаю это достаточно быстро. Пока с Versace, я не люблю бренды Versace, но я пытаюсь давать именно объективную оценку, и хотя она объективно быть не может, это все мое субъективное мнение, по моему субъективному мнению, эта коллекция была очень слабой. Они решили поиграть в какой-то панк, соединить этот панк с прэпи, и получилось что-то странное. Других слов у меня нет, у меня абсолютно не впечатляет эта коллекция. Уж если Versace, то вот лучше классический Versace, как мы привыкли, да, с вот этими секси-русалками и так далее. А тут что-то странное. Ну ладно, захотели поэкспериментировать, тоже неплохо. Другой бренд отражения Италии, бренд, который я почему-то всегда в комбинации с Versace, рассматриваю этот бренд Dolce & Gabbana, и вот здесь я как раз таких буду хвалить. Коллекция называлась Taxido, то есть переводится это как Smoking, и она посвящена как бы феминизации вот этого мужского предмета гардероба, смокинга. Коллекция, как свойственно для Dolce & Gabbana, очень сексуальная, это вот настоящая итальянская женщина. Это в принципе тоже, что делает Versace, у них немножко другая стилистика, но они тоже про вот эту яркую итальянку, которая куда-то делась в этом сезоне у них. У Dolce & Gabbana она все еще на месте, она все еще такая же сексуальная в черных кружевах. Красивая коллекция, и вообще считаю, что Dolce & Gabbana тоже такие немножко, немножко возвращаются вот в последний годик. И если бы они еще побольше в маркетинг вкладывались, у них вообще сейчас были бы хорошие шансы конкурировать вот с тем же Гуччи. Уже сам Батодесарен на их территорию зашел, и тоже все эти белевые элементы себе взял. Когда Dolce & Gabbana это делают всю жизнь, делают это гораздо более искусно. Понравилась мне эта коллекция. Не понравилась мне коллекция Фенди. Насколько я хвалила Кима Джонса в том, что касается его мужского Диора. Настолько я не понимаю его Фенди, хотя сами луки мне нравятся. То есть есть очень много интересных образов, есть очень много отдельных вещей, на которых стоит обратить внимание. Все это хорошо сделано. Фенди это всегда как какой-то цвет. Но здесь вообще все намешано. Начинается коллекция с какого-то азиатского сектора. То есть здесь явные отсылки к Азии. Вот эти пояса, вот эти тоже воротники и стойки. При этом последний образ на них изображены какие-то древнегреческие статуи богини и богов. И тут вопрос, окей, при чем тут тогда Древняя Греция? И все как-то намешано, и нету какого-то единого целого. Я бы сразу так и не сказала, что это Фенди, только по цветам немножко прослеживается. Но не зря все-таки ходят слухи о том, что в Фенди придет кто-то новый, и этот кто-то может быть Александр Микель. Даже если это будет не он, явно бренду нужна перезагрузка. Я об этом уже говорила. И этот показ снова это доказывает. А да, помимо Азии и Древней Греции там же еще был Чупа-Чупс. Они сделали коллабу с Чупа-Чупсом. Вот вам, пожалуйста, брендированный под Фенди Чупа-Чупс. И на показе были кожаные аксессуары. Это выглядит как кулон, как кожаный кулон а-ля чехол под Чупа-Чупс. Ну, кстати, вот как аксессуар это выглядит даже забавно. А какое это отношение имеет к вот этой азиатской линии, к древнегреческой? Это уже второй вопрос, который, видимо, сам Ким Джон себе не задавал. Другой итальянский бренд, про него обязательно будет как-нибудь видео в моем канале, пишите, если вы хотите. Это бренд Макс Марат. Макс Марат никогда ничего глобального не ждешь. Этот бренд вот как раз-таки к вот этой первой категории относится, о которой я говорила. Но, конечно, в отличие от Hermes, от Zenia, Макс Марат это, ну, немножко пониже качество, хотя у них прекрасное качество, но нужно понимать, все-таки это чуть-чуть другая ценовая категория. Очень красивая коллекция, видимо, из-за того, что мы вот настолько в этой эпохе тихой роскоши уже пожили, что, знаешь, что уже к этому присмотрел, что это все уже не кажется скучным. И нужно отметить, что у них было очень много тоненьких ремешков, которые они одевали поверх трикотажа. У Гучи, кстати, были тонкие ремни. То есть это вот для всех стилистов информация какой-то новый тренд. Тонкие ремешки, вот то, как мы в детстве в моем носили их тоже поверх каких-то кардиганов, ну, не в детстве, а в юности. Вот сейчас это возвращается, но что было классно у Макс Мара это большой шоппер Редикюль. Настолько непривычно видеть Редикюль в таком размере, да, и в таком формате, но очень эффектно выглядит. Мне кажется, у Макс Мара получилось создать одну из Итсумок следующего сезона. Какие показы понравились вам больше всего? Мне будет очень интересно узнать. Особенно мне интересно знать, что вы думаете про Гучи, согласны ли вы со мной или, возможно, нет. Что вы думаете вообще вот про те мысли, которые я высказала касательно люкса и то, что все-таки к дизайнам такого уровня есть более высокие ожидания в том, что касается их новаторства или вы, наоборот, со мной не согласны и вы про то, что одежда должна быть просто там красивой. Все, что у вас на уме пишите, мне очень интересно будет почитать, а мы с вами увидимся сначала в четверг. Там у нас будет ювелирный бренд, который многие просили и он будет таким плаванным продолжением темы Италии. А в воскресенье будем обсуждать Парижскую неделю мода. Благодарю всех, кто смотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, поддержите меня своими лайками, комментариями, отмечайте мое видео в своем инстаграме. Я обязательно буду вас репостить. Все, все, спасибо. Пока-пока.